Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня я вам покажу две книжки мечты, две книжки, с которыми у вас никогда не будет проблем с идеями. Если вы шьете, если вы рисуете, если вы придумываете дизайны, то эти книги станут для вас бесценным источником ваших идей, вашего вдохновения и, конечно же, источником того, где вы сможете посмотреть, как и что можно нарисовать, как и что можно сделать. Давайте начну с первой книги. Первая книга называется Fashion Details, 4000 drawings, 4000 разных дизайнов, как, что можно сделать. Я ее сейчас вам полистаю. Книжка на английском, но здесь из текста, по сути, только номера страниц. Смысл этой книги очень простой. Здесь автор постарался максимально показать графически, как мы можем то или иное изображать. Вот, смотрите, здесь есть принципы того, как мы рисуем, например, горловины, да, и потом показаны примеры того, как эти горловины могут быть оформлены, что, на мой взгляд, просто бесценно, потому что иногда ты ищешь какую-то форму, ищешь какой-то вариант, не знаешь, как что-то нарисовать, ну вот, нету этого понимания. И в этом случае данная книжка приходит на помощь, и она помогает, конечно же, реализовать свои какие-то идеи, задумки, понять, как это должно быть нарисовано. Или когда ты ищешь что-то и не знаешь, что нужно сделать, можно открыть и просто посмотреть, вдохновиться, возможно, взять какие-то элементы в работу для того, чтобы это было здорово. Книжка действительно очень толстая, и то, что заявлено на обложке 4000, здесь вы их все четыре найдете. Листаю я через несколько страниц, не каждую страницу, потому что, ну, прям вот толстенная. На мой взгляд, одна из самых лучших книжек по рисунку, по дизайну, по примерам. Смотрите, вот одна страница, давайте посчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать разнообразных эскизов лишь на одной странице, не на развороте, а на одной странице. А здесь, я думаю, что еще столько же посчитаю, то есть, ну, просто-просто бесценно. Более жесткие какие-то формы. И в этой книжке, что мне очень-очень нравится, здесь есть большое количество складок, оборок, драпировок, жаток и так далее. Давайте это подлистаем. Ну, смотрите, было 97, это 103 страница, 107, да? Ну, то есть, я через несколько листаю, потому что их намного больше. И вот они, смотрите, как рисовать разнообразные жатки, как рисовать разнообразные буфы, драпировки, вот эти вот всякие мягкие штучки. Потому что у многих, с кем я общаюсь, есть проблемы, они не понимают, как это правильно нарисовать, как это правильно сделать. Вот эта книжка, она отвечает на эти вопросы. Даже, смотрите, ткани с эффектом прозрачности сделаны. И сразу по ткани есть понимание того, как это будет смотреться, какая будет пластика. Притом, ну, что мне нравится, она черно-белая, да? Используя черно-белую графику, мы можем показать, какая у нас получается пластика ткани, как это смотрится. Вот такие великолепные вещи. Сейчас я еще чуть-чуть ее пролистаю. Через несколько страничек, да, помним, я листаю там 175, 179, 189. Ну, очень-очень большой объем, очень много интересной информации. И есть больше такая digital, есть, чувствуется, что более ручной рисунок. Смотрите, какая красота. То есть это сделать сложно, отрисовать-то там столько деталей. Но у автора это великолепно получается. И здесь, конечно же, это все выпередано. Разные варианты оформления, воротнички, строчки, оборки. Вот оно все здесь есть. Здесь мы говорим с вами в основном об одежде, обо втором слое. Есть в том числе, там вначале вот были рубашки. Здесь вот у нас, смотрите, кружева, оборки, складки и так далее. А вторая книжка, она точно такого же принципа, но по нижнему белью, сорочкам и купальникам. Тоже, кто занимается этими направлениями для вас, это будет очень-очень интересно и полезно. Здесь вот у нас оглавление, небольшой текстовик. И здесь больше включено таких вот ручных рисунков, да. Но на мой взгляд, вот когда есть какая-то проблема, там не можете придумать купальник. Не понимаете, как нарисовать какой-то бра и так далее. Вот здесь подсмотреть идею. Эти книжки для этого и выпущены, они для этого и сделаны. Чтобы была возможность вдохновиться, как это может смотреться со спины, как это будет смотреться спереди, какие варианты. Они все-все-все здесь представлены. Притом разбита книжка на несколько таких этапов. Сначала идет более такой кружевной, в чем-то бодуарный стиль. Потом идет более такой спортивный. Сейчас я все покажу. Вот смотрите, это кружевная такая часть. Она идет вот более такая женственно-бодуарная. Видите, как вот кружево, как оно распределяется. Здесь все это есть. Много-много разных и пеньюары, и белье, и так далее. Потом вот идет, там было черное, здесь белое. Сейчас она будет переходить в более такой спортивный стиль. Вот мы перешли в более спортивный, а потом там будет более такой гавайский. То есть вот купальнички тоже, когда мы с вами что-то придумываем. Есть что подсмотреть, есть чем вдохновиться, есть от чего оттолкнуться, когда не знаем, что сделать. Можно прямо на этой книжке гадать. Там страница такая, это вторая слева, и поехали от этого что-то делаем. И вот они уже какие-то более такие гавайские. То есть есть сдвиг в эту сторону. Соответственно, две книжки. Саммарно в них, можно сказать, пять тысяч идей. Но считаю, что они правда могут спасти и тех, кто рисует, и тех, кто придумывает, и тех, кто шьет. Потому что, ну вот нужно что-то, взял, посмотрел, и вот ты знаешь, откуда это взять, и как это посмотреть. Крайне вам рекомендую. Автор Элизабет Друди. Ну, вообще, на мой взгляд, просто шикарный иллюстратор. Она и здесь, и здесь есть. Поэтому, в общем-то, вау просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...